Здравствуйте, уважаемые телезрители! Программа «Автосфера» вновь рада приветствовать вас! Сегодня вы увидите Надежные стартерные батареи для любой погоды Стабилизация автомобиля при начале скольжения Причины появления стука после запуска двигателя Особенности эксплуатации автомашин в морозную погоду Представьте ситуацию Ударил сильный мороз, но вы по-прежнему собираетесь эксплуатировать свою автомашину О чем нужно помнить, чтобы избежать внезапных поломок и преждевременного износа Начнем с колес Многие водители пренебрегают регулярной проверкой давления в шинах При значительном понижении температуры окружающей среды Воздух в покрышке сжимается еще сильней Дело может дойти до того, что ослабший подпор боковины покрышки изнутри приведет к сползанию резины с так называемого хампа Напомню, хамп – это кольцевой выступ на ободе, который и уплотняет, и поддерживает стык резины и металла Внезапная разгерметизация шины в мороз – это, как правило, признак лености водителя Далее, может быть, я не прав, но зимой не советую пользоваться ручником вообще Примерзание колодок тормозным диском – не такое уж редкое явление Ведь останавливаете вы машину, пусть не с горячими, ну, хотя бы с теплыми тормозными механизмами А если на улице идет снежок, то по мере остывания колодок и дисков колеса могут намертво заблокироваться Если такое случилось, можно попытаться отлить примерзшие колодки горячей водичкой из термоса Кто-то пытается отогреть ледяную сцепку промышленным феном или газовой горелкой А кто-то даже прилаживает шланг от пылесоса к выхлопной трубе с соседней машины, используя тепло отработавших газов Оно вам надо, поэтому забудьте до весны проручник, если только вы не увлекаетесь дрифтом До запуска двигателя в реально сильный мороз полезно открыть капот и убедиться в текучести моторного масла Ведь даже если двигатель запустится, то застывшее масло, скорее всего, залепит сетку маслоприемника Угробить мотор из-за масляного голодания – дело нескольких минут Не надо испытывать судьбу, даже если погасла лампочка аварийного давления масла Для срабатывания ее датчика давления сгустков масла, может быть, и будет достаточно А вот до вкладышей коленвала и до постели распредвала густое масло вовремя вряд ли дойдет Итак, в мороз уделяйте внимание состоянию масла на щупе Любители экономить на смене антифриза иногда позволяют себе доливать в систему охлаждения разные типы жидкостей Или даже в течение лета простую воду Разбавленный антифриз на морозе превращается в ледяную кашу После запуска мотора температура охлаждающей жидкости в двигателе быстро растет Ледок в нем, естественно, тает А вот печка не греет И циркуляции жидкости через радиатор тоже нет Оказывается, по глупости закипятить мотор в мороз проще простого По причине разбулыживания и смешивания разных типов антифриза Происходит быстрая коррозия алюминиевых сплавов А также закупорка каналов Вот свежий пример Всего за год на стареньком Ниссане Разъело и забило тройники на подогреве газового редуктора Хорошо, что система питания перестала переключаться с бензина на газ И вскрытие показало опасную неисправность Вывод простой Вовремя обслуживайте свой автомобиль И применяйте только качественную охлаждающую жидкость Которая рекомендована заводом-изготовителем Следующее правило При наличии гидроусилителя Сразу после пуска двигателя Ни в коем случае не поворачивайте руль Даже на небольшой угол Газовать на месте тоже нельзя Загустевшее масло в системе гидроусиления руля Способно порвать шланги или выдавить сальники Кстати, ветрозащита перед моторным отсеком Обязательно должна закрывать собой И радиатор системы гидроусилителя руля И радиатор автоматической коробки передач Если таковая имеется Пару фраз про дизельный автомобиль Когда стартер крутит, а двигатель не пускается При исправных свечах накаливания То возможно проблема кроется в загустевшем на холоде топливе Если это уже произошло То применять антигель Или лить бензин в бак для разжижения дистоплива Уже бесполезно Выход один Определять машину в тепло И ждать отогревания топлива Про аккумулятор сегодня говорить не будем Он по определению должен быть силен А если нет То стартерные провода И автомобиль-донор вам в помощь Подводя черту Хочу призвать водителей к благоразумию Если на улице очень холодно Подумайте А стоит ли без крайней нужды Гробить и мучить свою технику Лучше вызовите такси Ей-богу, дешевле обойдется Из года в год повторяется Одна и та же картина Первый по-настоящему крепкий мороз Проверяет реальное состояние Каждой стартерной батареи Как поступить, если Одрехлевший аккумулятор Нуждается в немедленной замене Рецепт приобретения Надежного источника тока Известен давно Это визит в любой из фирменных магазинов Компании Аккумуляторный рай Богатый ассортимент Всевозможных стартерных батарей Плюс консультация Грамотного продавца Позволяют легко и быстро Решить проблему С отказом при запуске двигателя Надо сказать, что В нынешнем сезоне Имеет место дефицит Больших аккумуляторов Для грузовиков Автобусов и тяжелой спецтехники Такое наблюдается Практически повсеместно Но только не в аккумуляторном рае Смотрите Сегодня здесь есть Шикарный выбор Могучих тяжеловесов Емкостью 132 180 190 225 И 240 ампер часов Имеются даже Модели AGM Рассчитанные Специально под китайские грузовики Радует то, что Серьезно подтянулись По внешнему оформлению И самое главное По качеству Производители Российских источников тока Тюменский аккумуляторный завод Аком Титан Тюменский медведь Новое обозначение ВСТ По сути та же Варта Стандарт Впечатляют Разнообразием моделей Очень хорошо Что среди Отечественных образцов Теперь можно выбрать Особо выносливые Долгоиграющие версии В исполнении ЕФБ И АГМ Их ценят В первую очередь Дальнобойщики Которым на стоянке Приходится задействовать Автономный отопитель кабины У рекордсменов Ток холодной прокрутки Достигает Полутора тысяч ампер Такой показатель Перекрывает с лихвой Потребности стартера Для пуска промерзшего дизеля И кроме того В аккумуляторном рае Традиционно сильна Линейка моделей Для самого Массового сегмента Автомобилей В свежайшем поступлении Приятно видеть Любимую многими Словенскую топлу Ее цвета почти как на светофоре Указывают на особенности Исполнения различных модификаций Красная Тоже классная Но есть еще и желтая Для повышенного энергопотребления С индексом ЕФБ И зеленая Самая стойкая К дополнительным нагрузкам В исполнении АГМ Синя Тоже достойный вариант Пользующийся большим спросом В наличии имеются батареи Для азиатских машин Популярные форматы Б19 и Б24 Соответствуют показателям Емкости 45 и 55 Ач Они должны Тютелька в тютельку Вставать в штатное гнездо Многих восточных малолитражек И тут нельзя не упомянуть о том Что замену стартерной батареи Если это не связано С какой-то дополнительной Разборкой деталей В подкапотном пространстве Аккумуляторный рай Выполняет для вас Совершенно бесплатно А старый источник тока Можно тут же С выгодой сдать в утиль Главное для этого Иметь при себе личный паспорт Продолжим обзор В качестве альтернативы импорту Есть, например, Титан Титан в европейской размерности Титан для азиатских машин Модель Тубор АГМ А также вартовская разработка С логотипом ВСТ Все это выпускает современный завод Расположенный в Нижегородской области Не менее достойно Показывают себя в эксплуатации Самарские источники тока С маркой АКОМ В заводской линейке Есть как стандартное исполнение Так и усиленные модификации С надписью ЕФБ Сюда же можно отнести Одни из самых доступных По цене батареи РУСБАТ Как говорилось в прежние времена От каждого по возможностям Каждому по потребностям Кому-то нужны именно бюджетные варианты Поклонники импортных стартерных батарей Найдут для себя в аккумуляторном рае Корейские модели Глобал В их гамме также имеются варианты попроще и посерьезней В частности для автомобилей с повышенным энергопотреблением И с системой старт-стоп Перечислять весь ассортимент это слишком долго Но следует упомянуть вот о чем Аккумуляторный рай всегда заботится о нуждах владельцев малогабаритной техники На витрине центрального магазина Где мы снимали этот сюжет Имеется большой выбор компактных батарей Для снегоходов, квадроциклов И, например, для систем охраны на важных объектах Тут есть и наиболее продвинутые В техническом плане образцы Заполненные наногелем И те самые усовершенствованные модели AGM С вариантом размерности Лучше определиться заранее Еще до поездки в магазин Чтобы обновка сразу подошла по месту Отдельная тема Зарядные и пускозарядные устройства Разный размер Различная мощность Отечественные и досанкционные импортные аппараты Все это тоже имеется в наличии Однако в связи с морозами И на эти помощники автомобилистов Наблюдается повышенный спрос Поэтому, если надумаете приобрести Не тянитесь дельной покупкой Будьте готовы к любым капризам погоды Аккумуляторный рай Адрес центрального склада офиса и магазина Улица Лесково, дом 2 Единый справочный телефон 405-225 Во время холодов на улице Нередко приходится слышать резкий неприятный виск Который раздается из-под капота Той или иной автомашины В чем причина такого звукового сопровождения Которое может проявиться совершенно внезапно И столь же внезапно исчезнуть Не зря говорят Свист деньгу выживает Действительно Такого рода посторонний звук В моторном отсеке Является верным признаком того Что вас ждут дополнительные расходы Громкий свист или противное визжание Чаще всего связаны с трением резины по металлу Так бывает Когда при вращении коленчатого вала Напрочь клинит один из роликов Или шкивов В приводе вспомогательных агрегатов Заклинивание того, что по идее должно бесшумно крутиться Происходит не просто так Это следствие разрушения какого-то подшипника Ненормальный шум от которого вы вовремя не услышали Когда подшипник еще не совсем развалился Буксующий ремень при его быстром нагреве Вследствие трения Способен на какое-то время срывать с места Клинищий узел вращения Проще говоря, если порезче газануть То визг от ремня, возможно, сразу пропадет Но такой подход точно не повод для самоуспокоения Даже если свист под капотом исчез Дальнейший маршрут движения у вас должен быть только один В ближайшую автомастерскую Ведь разрушение шариков и обоим в дефектном подшипнике Является необратимым процессом Следующим эпизодом может стать уже мертвое заклинивание Проблемного ролика или вспомогательного агрегата Разумеется, с последующим обрывом ремня Согласитесь, не нужно лишний раз, как говорится, на своей шкуре проверять Насколько хорошо у нас работает служба эвакуации К сожалению, сейчас качество современных подшипников качения Зачастую оставляет желать лучшего Беда еще и в том, что в них, даже в новых, нередко не хватает смазки Поэтому привычку прислушиваться к работе двигателя И вовремя фиксировать возможное появление посторонних шумов Следует считать отличным профилактическим средством Для предупреждения весьма серьезных неисправностей Статистика показывает, что сильный ветер, осадки и резкие перепады температур Тут же отзываются ростом аварийности и травматизма Вот почему так важно постоянно следить за сцеплением колес с дорогой Сегодня тему безопасности дорожного движения в плохих погодных условиях Я предлагаю начать с небольшого рассказа о дрифте Говоря по-русски, дрифт – это езда с боковым скольжением Популярное развлечение среди молодежи А с недавних пор еще и отдельная дисциплина автоспорта Со стороны может показаться, что чуть ли не все дрифтеры – это суперводители, асы Но на самом деле в езде с глубокими заносами нет каких-то особых сложностей Если автомобиль специально переделан для таких, с позволения сказать, показушных прокатов Объясняю суть технических нюансов Смотрите, у всех без исключения дорожных машин при вращении руля Внутреннее по отношению к направлению виража колесо поворачивается на больший угол по сравнению с внешним Чем круче поворот, тем заметнее разница Это связано с разной длиной траектории, по которым катятся внешние и внутренние колеса Такая непараллельность управляемых колес на виражах заложена в обычных дорожных автомобилях конструктивно За счет использования принципа рулевой трапеции Почему так? Да потому что из-за большого отклонения проушин крепления рулевых тяг к центру машины На картинке при виде сверху образуется нечто похожее на трапецию Эта особенность и задает необходимую разницу в углах поворота левого и правого колеса с точностью буквально до одного градуса Что я хочу этим сказать? Что нормальный автомобиль сделан с расчетом на максимально комфортное устойчивое прохождение виражей Но только при условии качения, а не скольжения А если машина, не дай бог, проваливается в глубокий занос То тогда конструктивная схема рулевой трапеции тут же начинает мешать уверенному рулению Ведь когда обычный автомобиль скользит бачком, его передние колеса словно разъезжаются в разные стороны Вот почему так сложно бывает пройти длинный вираж в эффектном заносе Отлавливая траекторию ювелирным подруливанием и тонкой работой педалью газа Оно и понятно, куда годится, к примеру, когда у вас наружу разъезжаются носки-лыж или коньки И здесь точно такая же история Зато без скольжений нет ни вихля, ни на поворотах, ни визга резины Вот так, собственно, и нужно всегда и везде спокойно и безопасно ездить А для дрифта, заметьте, фанаты управляемого заноса переделывают рулевую трапецию С позволения сказать в рулевой прямоугольник На дрифт-мобиле, в отличие от обычной машины, передние колеса всегда поворачиваются строго параллельно Плюсом к этому добавляется блокировка дифференциала в приводе ведущих колес Что позволяет легко создавать их одновременную пробуксовку Ну и еще желателен мощный тяговитый мотор наряду с увеличенным выворотом передних колес Вот, собственно, и все основные хитрости изготовления шоу-мобиля Суть управления машиной для дрифта довольно проста Повернутые управляемые колеса послушно катятся по параллельным траекториям Нисколько не пихаясь между собой, равнехонько и устойчиво А вот угол заноса с такой надежной рулежкой уже несложно регулировать работой педалью газа Но зато при эксплуатации на обычных дорогах дрифт-мобиль будет упрямиться при входе в каждый поворот И еще у него станут очень быстро изнашиваться передние шины Все вышесказанное я обрисовал для того, чтобы вы понимали На дорогах нет места для гонок и выпендрежа Наиболее устойчив тот автомобиль, который катится по намеченной траектории И не надо нам при движении среди всех остальных никаких вихляний и заносов Тренировка на закрытой площадке – пожалуйста А на улицах и дорогах будьте добры, обеспечьте безопасность движения Еще раз напоминаю, пожалуйста, будьте вдвойне внимательны в сильный снегопад, в метель и при резких перепадах температур Когда на дорожном покрытии может незаметно образоваться коварная скользкая пленочка При любых сомнениях в надежности сцепления колес с дорогой снижайте скорость Увеличивайте дистанцию, тщательнее отслеживайте боковой интервал Никогда не пытайтесь проскочить под желтый и тем более под красный сигнал светофора И, разумеется, хоть на скользком, хоть на сухом покрытии не делайте резких необдуманных маневров Омское управление ГИБДД и программа «Автосфера» желают вам только счастливого пути В любой день недели и в любую погоду На сегодня это все Программа «Автосфера» прощается с вами и желает вам счастливого пути Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за просмотр!